Дети пожаловались на плохие условия в одном из детских лагерей в Тулебийском районе. Видеозапись надписью на стене «Это не лагерь, а ад» получили родители и сразу направились в детский оздоровительный лагерь. Правда, попасть туда оказалось непросто. Мою дочь не выпустили. Я решила зайти сама. Но на меня набросился персонал лагеря. А медперсонал и вовсе с перегаром изо рта. Так сильно схватили меня за руку, что синяки остались. Сейчас моя дочь сидит в машине. Толком ничего сказать не может. Плачет постоянно. Наши дети говорят, что их здесь били шнуром от зарядки мобильного телефона. Еда ужасная. Условий нет. В итоге родителям удалось зайти на территорию детского лагеря, чтобы своими глазами увидеть, какие условия предоставили отдыхающим. Говорят, в комнатах темно, кровати и матрасы старые. Укрываться вот этими одеялами невозможно. Все тело чешется. От еды, а точнее от посуды, неприятный запах идет. Я пять дней назад здесь была и мне не понравилось. Нас кормили недоваренным рисом. Волосы девочкам обрабатывали средством для травли тараканов. Трава заросшая, змей много. В душевых кабинках нет ширмы. Просто прикрыли их металлическими листами. Вода с мусором, после которой вся голова в этом мусоре. Таким летним отдыхом обеспечили детей из малообеспеченных и многодетных семей Шардаринского района. Школьников сюда направили по путевкам бесплатно. Руководство детского лагеря с претензиями не согласно. Заведующая говорит, питание в лагере хорошее, а с детьми работают профессионалы. Ко мне просто, я не буду называть, обратились власти. Обратитесь, пожалуйста, помогите, говорит Клара Умаровна. Вот я и помогла всем. Нам практически сейчас не дали работать. И вот это атака на нас. С чьей стороны атака? Это родители. А мне кажется, это какие-то разборки у них. Вот лично я так считаю. После жалоб родителей в детском лагере проведут проверку. Если жалобы действительно подтвердятся, оздоровительный лагерь закроют. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».